Казак Гаврилюк Издевались над ним, фотографировались с ним Я не буду вам показывать это видео Многие из вас его видели Просто Ютуб в последнее время Не одобряет показ таких видео Но после того, как народный депутат Украины Казак Гаврилюк Напал в здание Верховного Совета На журналиста Василия Кручака Я понял Все, время прошло Клиент, как говорится, созрел Как последствия оказалось Растиражированное видео С голым казаком Гаврилюком Стало ключевым в его жизни Потому что это издевательство И стало стартом его политической карьеры Но давайте упустим те моменты Как простой сельский парень Уехав из своего села на Майдан Где был обычным кашеваром Впоследствии стал народным депутатом Украины Я считаю, что о Гаврилюке Рассказывать ничего не надо Это дело неблагодарное Я думаю, что правильнее будет Если за себя скажет он сам А я буду слегка комментировать И так Гаврилюк на передаче у Натальи Влащенко Рассказывает, как он голосовал За поднятие тарифов То есть у вас есть представление о том Почему газ будет стоить Допустим, для тех, кто больше Двух кубометров Использует Семь двести, по-моему, или семь триста Вы понимаете, почему такая цена будет? И вы с ней согласны? Я с ним не согласен Я с ним не согласен А как же вы заголосовали Если вы с этим не согласны? Ну, как я голосовал, я голосовал Взял, ты нажал на зеленую кнопочку Поразительно Гениально Вот после таких ответов Мне просто за стороной обидно Ну, как это так? Взял и просто нажал зеленую кнопочку А получается Да я так, взял, просто нажал А за стороной пусть кто-то другой отвечает После такого ответа Хочется задать только один вопрос Так какого ты хера там сидишь? То есть получается Что перед тем, как посадить в кресло депутата Гаврилюку Например, из метафора объясняли Вот смотри Красный свет Это запрещающий свет А зеленый Это разрешающий Вот когда нужно голосовать за Ты нажмешь зеленую кнопочку Ладно, идем дальше Вот поскольку нас запретили Использование вражеских социальных сетей Вконтакте и Одноклассники И очень многие сейчас перебрались в Фейсбук Журналіст задает Козаку Гаврилюку вопрос А знает ли он, что такое Фейсбук? И часто ли он там пишет свои посты? Фейсбук, что это такое? Это сторинка Информационная сторинка Где много про кого можно узнать Почути, прочитать И очень много хорошей информации А часто постите? Великий письмо У меня когда Великий письмо Мы скоро не загадываем Вот тебе Ну вы поняли Свои пости в Фейсбуке Он только пишет на Великий пост То есть по религиозным праздникам А вот что он говорит про Украину Наша государство Самая умная Самая богата Я думаю, что наши дети Будут рождаться И иметь уже на рахунку По миллиону гривен Нефтью Где она зараз торгует? Дебаи Где-где? Дебаи? А ну давай еще раз Дебаи Ну хорошо, пусть будет Дебаи Может он просто букву У не выговаривает А вот как Козак Гаврилюк Общается с Богом через свой чуб А я чуб запустил Для того, чтобы Бог бачил Своих Серед чужих Розумієте? Він хоп дивиться Ага, с чубом Це свій Ага, це не свій Ага, опа Це с чубом може попасти В це саме в ад Не треба, щоб він туда попав Хоп, мене за чуб І до себе забрав Ага, мене треба поспілкуватися З Богом А у мене такий чуб, як антенна Знаете, щоб зараз телевізор нормально показував Что, где потрібно? Потрібно антенну Хоп, он настроен І телевізор гарно показує А у мене зв'язок з Богом Оце чуб є Хоп, антенна така Хоп, і зв'язав Отсюда вивод Кто хочет общаться з Богом І попасть в рай Отращивайте себе чубы Ну а тепер хит сезона Избиєние гаврилюком журналиста Не раз попадаю в неловкое положение І выставляю себя на посмешище Казак Гаврилюк Принимає решення Больше не давати інтерв'ю журналистам І именно с таким вопросом Подкатил здание Верховного Совета К гаврилюку Журналист Василий Кручак Ну а що із этого вышло Смотрите сами Пане Михайло Добрий день Василий Я спілкуюсь А чому це не спілкуюсь? Ви мене даже і клоуном обзиваєш У сім'як ти можеш після цього До мене ще підходить Я вам поясню як А як ви можете приймати рішення Не давати інтерв'ю? Ну це моє уважання Хто ви такий, пане Михайло Щоб приймати рішення? Вас за своєю інформацією Вибили депутати Ви забули Ви забули Воля Божа, розуміст? Воля Божа, да? Василий, ви стави мене Я вас ще раз пілюць куру Ви стой куру Ви miracle Я свищу куру Можа Ви божа 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 Видео журналист снимал на мобильний телефон Гаврилюк разбил журналисту телефон Порвал на нем рубаху И несколько раз смачно проложился Сначала и с левой А затем и с правой Вы спросите А зачем он это сделал? Так ответ на поверхности. Гаврилюк просто вспомнил, как его зимой избивала милиция. То есть избивала прошлая власть. А теперь он сам власть. Он народный депутат и обладает депутатской неприкосновенностью. А значит сейчас он может бить кого угодно. И ему за это ничего не будет. А раз так, то получай по зубам журналюга. Ну а сейчас еще один мегахит. Казах Гаврилюк рассказывает журналистам о происшедшем инциденте. Сегодня, идучи со мной, спускаючи по сходам, он ишел, он мне все. Я молчу, я тебе не даю. После этого интервью, что ты мне... Я тебе не буду больше надавать интервью никогда. Как ты маешь право, как тебе есть совесть до меня подходить и задавать мне такие дурные вопросы, чтобы я тебе еще ответил. Он все равно, он такой, да, я спускаюсь в буфет, потому что я люблю деколи пить каву в буфет. Я туда спускаюсь, и он за мной сзади. И я ему еще раз хотел сказать точно и ясно, что я тебе не дам интервью. Я резко до него развернулся и сказал ему, я тебе не дам интервью. При этом он начал падать. Но я как человек, если бы я знал, что он на меня такое напишет, если бы я знал, что он на меня такое напишет, почему он начал падать? Послушайте, послушайте, очень важно. Я иду, я иду. И резко до него развернулся и сказал, я тебе не дам интервью. А мы спускались по сходам. Вы только что это слышали? Мы по сходам спускались. И он как разжахнулся и начал падать. Если бы я знал, что он на меня будет таку кляузу писать, я бы его не поддерживал. Я подкладывал свои рученята. Понимаете? Я подкладывал свои рученята, чтобы его сдержать. При этом, когда он падал, упал у него телефон, я его, конечно, сдержал. Сорочку он сам себе порвал тоже? Ну, я не мог его сверху троехать поднимать. Сорочка оказалась очень слабенькая. Сорочка перервалася, лице разбилось, телефон разбился. Я в чему виден? Что я его хотел спасти? А мне не вышло? Видно, вы хапаете телефон? Да, я ему хотел рассказывать, что не даю тебе интервью. Я именно резко так развертаюсь, а он сказал, что я его хова, а он упал, и первую сухую сочку разбился. Я что виден? У меня нет. Ничего не напоминает. Именно так мы в детстве перересказывали понравившийся эпизод из интересного фильма. Я как раз до него резко так развертаюсь, а он такой, что такое? А я его хопа, а он упал и первый раз свою сорочку разбил в лице. Я что виден? Вам смешно? Мне нет. Хотя, если честно, следует признать, что сейчас журналисты жалеют казака Гаврилюка. Это первые полгода он был кумиром украинских журналистов. Они его постоянно троллили, загоняя бедного Солюка в угол своими вопросами. И в заключение хочу сказать, что как неправильно ведут себя кураторы, которые завели казака Гаврилюка в Верховную Раду. Ведь с ним нужно постоянно работать. Нужно готовить его к интервью. Нужно постоянно готовить его к телевизионным эфирам. А так, маем то, что маем. Один позор. Дивите, как вы считаете, сколько пи*** в Верховной Раде? О, сколько их там есть. Сколько их там есть. Ну, считайте, что до половины доходят. И они один одного тягают. Зрозуміло. Это плохо? Дуже плохо, потому что скоро они будут нам править. Если это захочет допустить нашу украинский народ. Если они один одного подтягивают, любовников подтягивают своих в Верховную Раду, как вы думаете? Это не знаете, чи він чи він любовник є. Того чи друга. А він пи***, ну все, уже появился в Верховной Раде. И так знову, знову. Ну все, ребята. На этом у меня все. Всем удачного дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok